Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Нашёл вот недавно и... Так, сейчас, джойстик. Надо достать кучу проводов, таких не гнущихся. Я не знаю, как я её нашёл, наткнулся, но, короче... А, да, и точно, её Get Indie Gaming советовал. Это типа Hidden Jam или там ещё, ну, некоторые недавно вышедшие игры, короче. Собственно, меня в ней подкупило то, что эта игра, это Breakout. А Breakout это одна из моих любимых игр. Ну, или, чтобы понятнее было, может, кому-то, кто-то не знает, что такое Breakout. Арканой, в смысле. И я поэтому не могу, как бы, советовать прямо эту игру никому, потому что не всем такой жанр нравится, и многие считают его, типа, сильно простым. Но у меня Breakout на Atari это одна из вообще любимых игр в жизни, как бы. И я, ну, и на телефоне у меня много в таком жанре, как бы. Мне в целом идея именно нравится этой штуке, как бы, ну. Жанр, как бы, этот. Так, я пока только один уровень смог пройти. А эта игра, короче, мне понравилась моментально. Во-первых, зацени этот стиль офигенный. Рамка такая, именно, ну, крутая, такими узорами покрытая. И тут разные сеттинги. Вот это вот мне очень сильно напоминает Аркус Одиссей на Сегу. И многие такие игры есть на Сегу, которые, как бы, непопулярные, естественно, блин. Например, Devilish или, типа, такой. Ну, короче, там тоже как Breakout, но он постоянно еще перемещается вверх, и там надо успеть, короче, все сделать. Ну, короче, вот этот мир я пытался пройти, и я его так и не прошел. Я тупо умер миллион раз. А, не Keyboard, у меня геймпад, да. А, тут на двух игроков, кстати, можно играть с дойстиком и клавиатурой, тоже прикольно. Единственное, что, конечно, меня сразу как-то так удивило и, как бы, ну, сбило с толку, что тут, короче, нельзя мышкой управлять. В такой тип игр удобнее всего мышкой двигать. О, вау. Important, press and hold. Attack, button to charge. Strong attack. Да, вот это круто, вот это. Я, причем, за, ну, умерев много раз на одном раунде, вот это полезная, кстати, реально, подсказка, выучил всякие трюки, которые в этой игре должны пригодяться. О, ну, в общем, по сути, обычный Breakout, просто себе бросаешь шарик, но при этом вот еще и монстры по уровню ходят, и у них, из них выпадают разные пауэрапы. Так, надо, тут всего три жизни, поэтому идет такой tension. О, вот, это, короче, я применил штуку, которая, а-а-а, метуза горгоном называется, то есть она, о, метал пол, класс. А, пропустил. Музыка, музыка, блин, вот это мне очень сильно напоминает Freedom Planet, тут те же инструменты, и я даже не удивлюсь, если это тот же композитор. О, chicken, это целая жизнь. То есть тут не жизнь, тут типа здоровье, то есть если теряются все три сердца, то... О, вот это... А-а-а, блин. Так вот, да, я сначала, получается, не мог мышкой привыкнуть атаковать, но потом, из-за того, что я умер сильно много на этом уровне, я его так и не прошел, кстати, вот я сейчас пытаюсь. То я очень сильно приноровился к управлению, ну, в тот раз, по крайней мере, уже забыл. Я вчера, по-моему, или позавчера только запустил первый, да, позавчера. Так вот, а-а-а, да, композитор может быть даже тот же, который для Freedom Planet делал. Там же несколько композиторов делало музыку. Так, у меня магия. Ой, можно бомбы кинуть. О, круто, улетел. Так, лучше. За Широм нужно всегда следить больше всего. Этому помогает то, что за ним такой жрейл из звездочек. Ступифай. А, бенчифай. Так вот, я за вот этот, за все время, ну, короче, тут инструкции есть, в общем, в опциях или еще где-то, я даже не видел, как бы. И там объясняется все, что, как бы, ну, основные правила, но я их все узнал, запустив игру, просто без каких-либо, ну, как бы, вступлений там. И тут туториалов даже нет, тут все становится понятно вот в процессе. Она, блин, как для обычного арканоида, очень комплексная, очень крутая. Так вот, враги иногда стреляют, получается, и, ммм, когда их projectile летит, и если зарядить достаточно атак, то есть можно обычно вот так вот бить атакой, и тогда... Тогда она просто летит, ну, так же самое, как если бы он от меня просто отскочил. Блин! О! А если зарядить, вот как я сейчас зарядил, то он быстрее летит, сильнее, и, соответственно, разбивает блоки с одного удара, и врагов больше повреждает. А вот это тоже. Вот только что я зарядил полностью, и когда полный заряд... А-а-а! Так, последняя жизнь, блин! Все, это уже не смешно. А-а-а! Все! Достаточно трудно угол выдать, потому что обычно, как бы, в таком типе игр, пэдл, собственно, ну, ракетка, так называемая, теннисная, которая это все делается. Ну, это же как по пинг-понгу, то есть это типа теннис. Широкая, и, соответственно, можно понять, какой стороной ты ударишь. А тут, по сути, бьет вот этот шарик. И тут не обязательно, как бы, бить. Я бью просто потому, что мне, как бы, кажется, что оно немного больше, ну, намного быстрее немного будет лететь. Ну, на самом деле, это не, ну, это чисто такое, preferent. О, есть, slow-mo пригождается. Это все такие, как бы, фразочки всякие, как из, ну, из всяких других игр. То есть оно немного даже не атмосферно, ну, в погружении, вот, когда фразы типа, там, triple kill, double shot, там, или metal ball, но оно звучит, как, мега kill. И, когда бомбы бросаешь, ну, кстати, щит. Когда бомбы бросаешь, то она говорит, cool guys, don't look at explosions. Это, ну, это, по сути, мем, потому что есть просто такая песня, и в ней, по-моему, то ли компиляция, то ли еще что-то. Я, на самом деле, не уверен, откуда это. Я это видел, в контексте Зельды, там, когда Линк подрывает вот этих гардианов и уходит от них. И в очках, и такой, cool guys, don't look at explosions. Мм, то есть металлические очень долго действуют. И она, блин, настолько интенс, я этот уровень так и не прошел. Я его реально, ну, вот, часа пол не мог пройти, и поэтому я, собственно, с него начал. А потом второй уровень, как ни странно, я запустил. И, наверное, он подразумевается как более легкий, потому что у меня с первого раза получилось его пройти. Там, собственно, сам себя решил, так сказать. То есть там поворабы в таком порядке добавились, и враги, как бы, сами в таких местах появились. Или мне просто повезло, как бы, я не знаю. Что, короче... Там невозможно было проиграть, и там как-то легче было попадать по блокам. Вот тут эти вот еще неразбиваемые колонны, которые таким кубом идут. Так вот, да, я сначала мышкой не мог, ну, не мог понять, почему нельзя мышкой управлять, а потом понял, что тут, собственно, рассчитано на все. Ну, тут все так и задумано, как бы. И когда быстро играешь, и когда уже не думаешь о том, где там персонажи, и под каким углом надо ударить, когда именно спешишь и пытаешься все сделать правильно, то оно... Ну, я понял, что и так удобно, короче, вообще. А, и да, я джойстиком управляю, потому что... О, это только моя первая жизнь, блин, как же все круто. А-а-а! Окей, надо в эту сторону, тут немного больше места. Тут сильно близко враги просто вот эти, они... Это самое опасное, когда низко, и не хватает места для того, чтобы успеть от угла у планиц. Опять же, этот... Вот, я не знаю, ну, я не уверен, как к этому жанру относятся, как бы, вообще люди в целом, но для меня, ну, то есть, я не уверен, считается ли он, как бы, кэжуал там или еще что-то. Ну, вот это, по крайней мере, не кэжуал. Тут хардкорно все, знаешь, тут вообще настолько... Надо моментально все именно... Ну, о-о-о, так. Враги вот это просто, они... О, есть, есть, так. Они, кстати, спаунятся бесконечно до тех пор, пока все блоки находятся на уровне, поэтому... А-а-а-а... Все. Интересный, кстати, стиль Оно круто выглядит И при этом звуки чистые Ну, то есть, он достаточно атмосферный Как для инди-игр, то даже очень круто Ну, то есть, он напоминает больше Сеговские игры, это, естественно, для меня Всегда плюс О, вот эти, кстати, снаряды, я раньше от них уклонялся И это делал игру гораздо сложнее Я думал, что тут, помимо того, что Нужно постоянно мяч ловить, еще и надо Уклоняться от врагов и от снарядов Но их можно разбивать И отбивать Отбивать даже более полезно Потому что Если оно возвращается во врага То, ну, оно его моментально убивает Но, тем не менее, вот оно повреждает У меня так всю жизнь сняло Теперь я не могу Пустить Еще шаров Так, щит Это не щит, это было В эту игру, конечно Оу Комментировать трудно Я именно выбрал Я давно просто не стримил И как бы Выбрал именно саму игру В такую Интент Которую вообще Как бы не до комментариев Но Хотелось просто Как-то ее заснять Потому что Про нее явно никто не знает Как бы В этом месяце Еще вышла СЛС Экран И я смотрю Что она Достаточно таки популярна То есть Мне теперь не надо Переживать о том Что ее О ней никто не узнает И я Между прочим Тоже сегодня Запустил ее И блин Holy Shit Она офигенная Реально Классно Что там Короче Сюжет Дополняет Как бы Историю И так И символы Слив Между уровнями И во время уровней Ну и уровни Как бы Построенные Вокруг То есть Они там Не просто Рандомный набор Уровней Как в Мидбоя По сути это Мидбоя Чтоб было понятно Что это за игра Но там оно связано Так все И от этого Классно Хочется Там все делается Все равно Мотивация Реально Ну и стиль И уровни Сами И атмосферное Короче И даже То как нарисован Персонаж Мне нравится На Ну загрузочные экраны И еще такое Я заметил Что мне Блин Последнее время Все Я никогда Я ни разу Еще не очищал Этот угол Правый Реально Самое сложное Так Жизнь уже потерял Мне надо Про этих врагов Думать Так Я постараюсь Чисто этот угол Нанес Фокусирую И буду Просылать Пока рассказывать Вместо того Чтобы показывать Я не думаю Что я смогу Ее стримить Потому что Она слишком Ага Она слишком Запеком Демендинг Она короче Там нельзя Менять разрешение И мне кажется Она у меня и так Тормозит Даже когда я не записываю Если я буду Детаться записывать То кадры пропадут И я не смогу Там Все четко Делать Там же надо Очень быстро Ну на рефлекс Строим Мидбой Считай И как бы Представь Если б мидбой Тормозил при этом И не успевал Сделать Все О все Я осознал Кое-что Блин Мне надо было Видео заснять В другом разрешении Заходно Я что-то думал Что она будет С С С Квадратным Аспект Ратю Но Она Растянут Я пытаюсь зарядить Шоп-шоп Вот мне на самом деле Я рад Что я Часто проигрываю Здесь Потому что Когда Очень Долго не может Пройти один уровень То ты Понимаешь Что У тебя как бы Есть Место Для ошибки И оно Заставляет Лучше к игре Привыкнуть Что-ли И лучше научиться Ихрать То есть это круто На самом деле И можно Она мне потому И зацепила Как-то Что я Ну как бы Не боюсь У ней Экспериментировать То есть я могу Играть как хочу Не могу Ну то есть Есть игры В которых Надо все Идеально Блин Сделать И только Один способ Есть А тут наоборот Настолько Рандомно Все И при этом Ааа У меня Дабл гол Но Блин В этот момент Как раз На счет Ладно Ой я забываю Использовать Магию О Слово Нужно Да Тут ускорялку Я когда подобрал Это было полезно О Бомбус Вот она Сказала Cool guys don't look at explode Я Кстати Только потом Осознал Что Предметы Выпадают Как раз В рагу Ааа Блин И все Катэм А вдруг Нет Я не уверен Для чего монет Но Ааа Это реально Один из самых сложных уровней Притом Что он выглядит Как первый То есть Обычно Ну как Не знаю Визуально Вот Эта дорога Вот Ну вот Когда на карте Когда на экране Началась перекрестка Буквального И Почему-то Мне это Кажется Как бы Самой Первой То есть Я Потянулся К ней Сразу К этой дороге А потом Увидел Что В принципе Более логично Предположить Что Такая Более Ну там Такое Типа Поле Обычная Трава Такая Зеленая Карта Мне кажется Она более Легкая Будет Ау Блин Уже и все Я даже Мечей ни разу Не уронил Меня враги Ребята Сразу разбили Хардкорный Брейк Что еще надо Знаешь Мне такое нравится Кстати мне Арканоид Именно арканоид Их же миллион Это как уже Жанр целый Но На тост И еще там Всякий Не знаю По-моему На аркадах Арканоид есть И вот Мне В них Не нравится На самом деле Ну Сама идея Пауэрапов И всего Такое И в некоторых Еще Некоторые С негативными Эффектами Есть То есть Там например Которые уменьшают Платформ Ширину платформы Там Или Скорость Меча Увеличивают Или Инвертируют Управление Когда нужно Уклоняться От чего-то Здесь Помимо того Чтобы Придумывать Под каким углом Ты шар Направишь Это очень сложно Становится И Мне из этого Не все нравится Поэтому я Очень много Перебирал Ну на телефоне По крайней мере У меня много Но я играю Буквально В два Три Из Блин Восьмидесяти Где-то Разных Оу Я это Еще не использовал Я не успел Отжать кнопку Чтобы оно Короче О, есть Я не подбираю Блин Ничего Тут Желательно О, есть Угол Наконец-то Очищается Дамит Все Знаешь ли Я немного Нет Я хочу пытаться Пройти Другой уровень Может Мне, честно Я даже серию Хочется Из этого Делать Хоть Это Не сильно Комфортная Игра Для того Чтобы Стримить У нее Знаешь ли Так И рассказывать Еще о чем-то Но В то же время В то же время И подходящая Потому что По сути Ну Повторяющаяся Действия Тут Не надо Например Думать О том Что сказал Какой персонаж И что Произойдет Дальше И Удивляться И записывать Каждый момент По сути Чистый Геймплей Это Лучше всего Как это Что бы так надо В этом смысле Она конечно Кэжуал В том плане Что Вот тут На одном экране Все действие Как Я забываю Все время Заряжать Так Вот Сейчас стреляет А я отражаю О, есть О, есть Угол Други Попадают Это подруг А ну У нас Уже Сброшу Пока Могу пока Рассказывать Процелестник Продолжать Потому что О, есть Чикен Наконец-то 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 О, есть Наконец-то Возвучит Я не уверен, спасет ли он от падающего шара, но может хотя бы от врагов спасет. О, есть, есть, есть. Так, ну, ну... А, я думал, это у меня ловушки были. Вот этот блок надо разбить, тогда у меня будет шанс. О, вот. Его труднее всего всегда разбить. Так, все, у меня теперь... Ну... Чикен! Дээм! Я сейчас еще и пройду. Так. Я жарю, тут трудно судить о том, в какую сторону угол будет. А-а-а-а! Ничего, у меня еще три. Вот я... А-а-а-а! Вот я только что пытался под углом бросить, но тут вообще трудно. Тут как бы надо, получается, судить по углу вот этого вот шара, которым она размах бьет. Ну, про джектайл. Как это называется? Так, вот это я слышал... Что-то полезное. Так, последний блок. В конце концов... Не знаю, что это дало. Я вспомнил, тут вот эти вот монеты, они собираются для того, чтобы сундуки появлялись на уровне и... О, вот! Все, последний блок. Осталось только от врагов избавиться. Должно быть несложно. ОП. ОПКРОСЛЯЕТ! ОПКРОСЛЯЕТ! А-а-а-а. ОП-круcessors! Тихо-тихо! А еще шанса еще не все потеряно! Ммм! Последние 2 бравона осталось. Я так мог пройти только шоу. А не прошёл. А всё? Буду пытаться теперь не забывать магию использовать. Блин, это всего лишь нажатие к второй кнопке. Я просто не привык к тому, что в таких играх всё так сложно. Что надо, блин, заряжать постоянно заряд, Потом следить какая магия у тебя и в нужный момент ее используя. Мне нравится, что враги отбивают именно визуально мячи, когда они в них попадают. Оно так эпично смотрится. Сноу-болл это хорошо на самом деле. Аааа, вот опять же, повытянулся за монеткой и все. Мне так жалко, что у меня на сей день на самом деле мало такого типа игры. И блин, их нигде нету, понимаешь ли? Ну, в смысле, картижи, понятно, уже давно нигде не продают. Но, именно у таких менее популярных игр другого жанра, чем платформер и, блин, Beat'em Up и Mortal Kombat. Тупо нигде, никто, никак. Окей, надо лазить, я не спалю. Хотя, блин, врагов нет смысла убивать, потому что, знаешь ли. Потому что они респаунятся и еще больше, и поэтому лучше будут хотя бы в предсказуемых местах. Я поэтому фокусируюсь на блок, ну насколько это, блин, возможно. Тут, блин, на самом деле труднее просто продержаться. Ааа, я думал, что я держал кнопку, а я отжрал на самом деле. О, есть, и все. Он еще таким тоном эпичный говорит. Чикен! Стоп, рейт, дэр. Я, эээ, два, честно говоря, я только что с местами не стал врагом. О, ладно, хер. Они, блин, за ними и так, ну, слишком сложно следить. А еще за двумя, это вообще. О, есть. Так, уже, уже лучше, уже, уже поле... Аааа! Чище стало. До флеймс! Блин, все! Насколько интересно хватит мне терпения этот уровень пройти? Не знаю. Так вот, да, как для инди игры, очень даже неплохая в ней... ...все, вообще. Ну, то есть она не выглядит дешевой, быстро сделанной и так. То есть они, наоборот, pushing the limits of the genre, так сказать. То есть они пытаются сделать даже такой жанр, как бы, не особо впечатляющий и интересным. И, как бы, наконец-то, потому что в таком стиле немного игр нормальных есть. О, она. А что взять даббл после того, как я взял даббл? О, не, она не добавляет еще. О, слоу-то хорошо. Так, ну, я не повторяю. Ау! А об врага можно повредиться, оказывается. А-а-а! И все! Такое, вообще, именно непростительное все тут. О, это был Сид. Который выглядел, как бы, чем-то дописал. О, есть. Хорошее место для двойного. Верного. Ух ты! А-а-а! Снаряд. Помешал. Фу. Последняя жизнь, между прочим. Так быстро потратил второй. Ох, хорошо. Освободилась. Тут же еще каждому блоку нужно по несколько ударов. Соответственно, единственный способ... А! И все. Так все хорошо идет. Вообще, тут так курица нужна. Реально без нее никак. Единственный способ именно разбить моментально все это заряжать. Постоянно ждать, пока он летит, успеет зарядить. Вот это, чтобы энергию на максимуме, тогда, чтобы он сильно ударил по этим блокам. Как они могут сквозь блоки, оказывается, стрелять? Или там как раз освободилась? Сейчас. Ура. 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 Ура! 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 О! Это должно быть хорошо. Блин! Так неожиданно! В этот раз все жизни потратились не от падений меча, а за врагов. И что, я так смотрю, что это реально один из самых сложных путей. Может тут игра так ненавязчивая, ну, покажу, где... где какой уровень. Так. Хитрый уровень, конечно. Один из самых красивых. Это как в некоторых, ну, брейкаутах есть, типа, односторонняя стена, то есть, которую можно только запустить один раз в мяч, и он потом там сам все делает. И вот в некоторых уровнях... там... ну, что-нибудь внизу, вот так полное пространство, все закрыто односторонними блоками, или не разбиваемыми вообще. И только с одной стороны можно заскочить. Это, конечно, самое сложное. Об WordPress, 듣, routile, рейтинг, рейтинг, mantra, а вы офф. Д quant sport не дифездили? О, шитрой забылся от оранжевого супabilа. Ну и, конечно, я же, умеял этот пан SHAint bomb. Чисто зерlive. Оу, неплохо. Между ним последняя жизнь, блин. Мне надо этот угол уже его зацепить. О, да, да, да. Так. Ах, вот тут опаснее просто. Это тут слишком близко, слишком низко. О, жизнь осталась. О чем? У меня же уже один был. Может, этот щит как раз потратил. А, вот они для чего. А-а-а-а! Все. Я немного хочу поменять уровень, конечно, уже. Ну, как бы я с этого начал, и он теперь у меня будет ассоциироваться с этой игрой, и хочется именно всю страгл записать. Я в Celeste сегодня, блин, час в этих бонусных уровнях пытался пройти, и все. Там просто другая механика не такая, как в одной игре, и там сразу все сложно, как бы. И я думал, что это как бы сюжетное, что это обязательно все, ну, то есть, я думал, что это открывает какую-то способность там в настоящей игре. Оказалось потому, что это чисто бонусная такая, ну, пасхальная эстер-экс, фактически, который теперь у меня в меню доступен как альтернативный мод игры, в общем, и, ну, его не обязательно было, короче говоря, проходить. Но я, тем не менее, больше всего времени на нем потратил. В нем быстрее сложность возрастала, чем в основной игре, который, кстати, баланс нормальный вообще, дизайн хороший, только прочее. Я пока так не особо о ней говорю, потому что я не уверен, что я хочу из нее сделать. Может, ты что-то типа обзора сделаем. Или, а, посмотри, блин, еще. И не попал, да. О. Ты вообще не туда хотел, чтобы он полетел. Вот это сложно. Сложно именно запланировать. О. Ага. Не попал. А, он меня не ускорил не вовремя. Я не успел среагнировать из-за этого. У меня как раз арширал отыл. О. 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 Сложно. Ааааааааааааа, тебе опусто на манес! Субтитры сделал DimaTorzok 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 И все! Даже нулевой жизни не дают. Так хочу return to map. Не. Что-то я точно так же Реально раз много хотел именно закончить, продолжать играть в CLS-то, но мне казалось, что если я выйду, то оно не сохранится, и там сюжет, собственно, так закручен был, что типа ну вот уже почти-почти пришли, почти-тошли, почти, еще пара комнат, а тут еще там типа по лифту вверх и по залу пройти и все, и ты видишь, что там реально две комнаты осталось, и думаешь, ну ладно, пройду еще комнату, потом еще комнату, в итоге целую главу проходишь, и уже давно не, ну, Кажется, что хочется переключиться на что-то еще, как оно всегда в наше время. Вообще, вот все говорят, типа, сейчас много игр, но почти никогда ни во что не играется. Я знаю, почему это. Это из интернета, видите ли, потому что в нем слишком много всего, и как бы он... Он... Ну, когда ты знаешь, что у тебя всегда есть очень много вариантов, и ты можешь там найти кучу всего другого еще, то... Труднее сфокусироваться на чем-то одном. И вот... Я не помню, к чему я... А, ну, например, когда нет интернета, то гораздо легче, ну, проходить, собственно, и дальше в играх доходить и вообще. И, собственно, вот раньше, мне кажется, по этому игре ценились больше. Когда... Больше внимания уделяешь им, то и толку от них больше становится. Вот я, например, сейчас могу... У меня... Если бы я не записывал, я бы уже много раз выключил или сменил уровень там, или еще как-то. А так, поскольку я уже начал записывать, то хочется пройти, и оно... Оно круто от этого. Оно как новое ощущение... Ну... Не новое, а... Непривычное, ну, уникальное точно. То есть... Не то, которое каждый день бывает. Как это говорится. И ради этого, мне кажется, многие любят играть такие, типа, челленджи. Всякие Dark Souls там. Как вы понимаете, мне они не нравятся не потому, что это, типа, там, плохая игра или еще что-то, а потому, что я... Ну, она у меня тормозит, я не смог нормально играть, потому, что там, три кадра в час, блин. Ну, и плюс, да, она оверрейтед, как по мне. То есть, люди, когда хвалят Dark Souls, они хвалят не игру, а то ощущение, которое она заставила их перепрожить, блин. И, как бы, когда, ну, я же не могу напрямую такого же ощутить, и, может, у меня будет другое к игре отношение в итоге. Поэтому меня немного раздражает, когда люди слишком навязчиво навязывают какую-то игру, в общем. И сам стараюсь не навязывать, но в то же время хочется рассказывать про игры, типа, делиться там. Вау! А, эммм, не, вон еще один блок. Ах, я мох! Последний шаг. Тихо-тихо. Вот так. Какое сложное место. Ааа! В центре вот эти колонны две и враги. Медленный такой персонаж. О-о-о, а, это, это был сундук. О, так хорошо. Аааа! И все. Последний блок оставался. Гоу! Может, тут есть тактика, когда, может, надо в определенном порядке открыть. Не думаю, что тут, возможно, блин, более-менее намеренно что-то сделать. О, вот. Вот сюда я хотел его схватить, типа. Хотя бы теперь больше немного места. Вау, что-то врагов повредит. Ааау! Подошел в плиты. Щит, по-моему, не отнимает мяч, даже если я упаду сейчас. И так, возможно, я об этом хочу. И так еще уходит... Монстр трамп! О-о. Но, удачно. И вот, плентов, Оно летит все время в один и тот же угол. Я вообще не туда хочу, чтобы оно полетело. Тут меньше как бы вариантов угла. То есть тут либо 45, либо 70, там, сколько-то, либо 90. То есть есть игры, в которых очень точно, и тогда, ну, интереснее играть. А тут, тут очень как-то rigid. Больше от расположения горизонтального угла, ну, исход полета меняется, чем от того, какой частью бьешь. На! О, это для меня спидап. О, вот это хорошо, кстати. Когда быстрым играешь, то гораздо легче. Но! Ой, я хотел дарк флейм. Вау, чикен. По-моему, чикен как раз дают за то, что отражаешь. Или просто из-за этих игроков чаще выпадают. Я, кажется... Дээм! Наконец-то! Я реально вот сколько получается. Тут, знаешь, таймер даже написан. Я в 40 начал, я, по-моему, достаточно долго, короче говоря. Вау, второй уровень, наверное, еще более невозможный. Вот. А, кстати, я могу перепройти вот этот уровень, посмотреть, каким он был. Да, я пока не хочу нового начинать. Я со следующего видео, наверное, начну. Мне что-то это... Эту игру хочется стримить именно, как бы, on a regular basis. То есть... Хотя бы, чтобы типа серия была. Ну, мало ли, я не знаю. А может, ее даже пройти получится. Но я не думаю, это, блин, сложно. Интересно, что тут дальше. Может... Да, я, пожалуй... Да, я пойду по этому пути. Да, погнали. Так, ну окей, вроде колонн хотя бы меньше. Вау, это что за цветы? А, ого! Вау! Да, тут ближе блоки друг к другу и как-то легче поле очистить, честно говоря. Уже как-то даже больше прогресса. Так, вот за этим надо следить. Ах, ах, я хотел отбить и не усыпел. Известно, вообще, как в такие игры можно... ну, с двумя плеерами. Это, наверное, как-то, не знаю, трудно, наверное, координировать. Там, тем более, одна жизнь на двоих. То есть, надо следить за двумя шарами. Ох, есть. Аааа, и уронил. И не успел подобрать эту. О, удача. О, и чикен, класс. Да, этот уровень гораздо легче, чем тот. Хоть тут и враги мощнее, но тут расположение колонн гораздо более просторнее. И это гораздо, ну, в общем, тратить. О! Такого подходит. Еее! Йес! Айрон, я так понимаю, сквозь все проходит. Это идеально. Но он длится буквально секунды. Вау, даже обычного врага не повредили. Что за Dark Flames? Или там был другой? Что-то странная штука. Я, ну, не знаю, нужно ли ее выносить за пределы игры. Или надо использовать в рамках уровня. Потому что, например, один раз там был какой-то, типа, как драгоценный камень. Может, потом за них между уровнями можно что-то покупать. Хотя я не представляю, что можно купить в таком типе игр. Ну, апгрейды, разве что постоянные. Или там. О, ну все. Тут уже, тут вообще, тут классно. Тут, да, мне этот уровень нравится больше. Что они начали, главное, с самого сложного. Или он не считался сложным. Ну, там врагов было, конечно, не так много видов. Но, о, все. Блин, и не туда направил. Тут просто почти все магии самонаводящиеся. Ну, там, ловушки или бомбы, они летят сами туда, где враги находятся. А-а-а-а-а. А именно Dark Flames, как ни странно. Когда надо было оказался не тем. О! А! Последний враг! God damn it! Это сложно. Для игрок в целом. Блин. И я рад этому вообще реально. А! Ура! Ура- Продолжение следует. Сутки. А! колонны все равно конечно неразбиваемые не нравятся о, ммм, ово, это же демократно Как я чикен упустил? А, слоу болл и фаерболл не очень хорошая комбинация. Все мимо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok